Три года назад Ксения закончила медицинский колледж. С тех пор работает фельдшером на скорой помощи в Откинске, но мечтает стать кардиохирургом. В этом году решила поступать в медакадемию по целевой квоте. Минздраве направление выдать готовы, но предупреждает, у целевиков есть обязательства. Во-первых, успешно закончить учебу и самое главное – отработать по направлению. Отчисление или отказ от работы будет стоить больших денег. К слову, стоимость одного года обучения на лечебном факультете государства обходится 160 тысяч рублей. Вы должны будете вернуть деньги федерального бюджета, потраченные на ваше обучение. Еще момент обязательный – вы должны будете отработать три года после завершения обучения. Я в себе уверена, я знаю, что я смогу закончить учебу. Меня это никак не пугает. Я знаю, что я иду, какие риски есть. Я все это понимаю прекрасно. Раньше договор о целевом обучении был трехсторонним. В нем участвовал абитурен, Минздрав и конкретная больница. То есть выпускник уже знал, куда его направят. В этом году правила изменились. С этого года договоры двусторонние, и министерство само определяет медицинскую организацию там, где действительно есть потребность. А потребность, она будет понятна, когда завершится обучение. И в тот год, когда специалист обучение завершит, будет понятно, куда нужен будет специалист, и вот туда и направят. Один из бонусов целевого обучения – ежегодные разовые выплаты от Минздрава. Студенты специалитета получают по 5 тысяч рублей, ординатуры – по 8. 15 абитурентов уже получили квоты на обучение по направлению специалитет. Координатуру начнут выдавать с 1 июля. Получить направление можно не только в ЖЭСскую медакадемию, но и в другие вузы страны. Так, в прошлом году Минздрав заключил более 400 договоров с абитурентами. Но это еще не гарантия для поступления в ВОЗ. Им нужно пройти отдельный конкурс для абитурентов-целевиков. Для того, чтобы участвовать в конкурсе по целевому приему, абитуренту необходимо набрать не ниже 45 баллов по каждому предмету в отдельности. Это такие предметы, как химия, биология и русский язык. Поскольку больше всего мест выделено для ребят, поступающих по целевому приему, до 70%, в среднем проходной балл по направлениям подготовки ниже, чем по общему конкурсу. В прошлом году среди тех, кто поступил в ЖЭСскую медакадемию на общих основаниях, проходной балл был не меньше 240, а у целевиков всего 150. В самом ВОЗе отмечают, что в этом году еще и в целом увеличили количество бюджетных мест. Большая часть из этих мест, конечно же, целевые. 339 мест из 485 отданы под целевые места. Из них львиная доля приходится для целевых мест, рассчитанных на Министерство здравоохранения Удмуртской Республики. Так, по программам специалитета, 205 бюджетных мест – это целевые места для Удмуртской Республики. В 9-й городской больнице сегодня нуждаются в офтальмологе, неврологе и, конечно же, в участковых терапевтах. За смену им приходится принимать до 50 пациентов. Дефицит есть. Дефицит обусловлен, во-первых, изначальной нехваткой кадров, во-вторых, коронавирусной инфекцией, углубленной диспансеризацией. Это занимает очень много времени, очень много сил. Врачи работают, конечно, с большой нагрузкой. В этом году восполнить дефицит врачей в больницах Удмуртии должны около сотни целевиков, уже завершивших свое обучение. А всего в медицинских учреждениях Республики не хватает почти 600 специалистов. Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости. Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости.